можно я скажу короче мы сегодня продолжаем проходить пространство на аномалию я думаю будет очень даже интересно у нас кстати имеется сайга она чё прокачана она что наша сайга прокачана чтоб на емкость магазина где у нас тут техник так но музыка то здесь блин с авторским правом подождите к блин а вот блин мне придется друзья все походы в это место на паузах делать я не знаю авторская права на той музыке есть или нет короче ничего не сделал там я немного приболел вернулись все таки спасибо что парней с того света вытащил долго их бандиты все равно не держали бы и за автечку отдельно спасибо ты мне жизнь спас сложно было уничтожить тех сволочей обыденное дело для нас привыкли к таким стычкам жаль что вы раньше не подошли спасли бы еще несколько жизней ну ладно за то что ты мою шкуру спас еще и парней живыми привел дам тебе кое-что вот держи артефакт нашел его на свалке раньше подобного не встречал сначала хотел сидоровича продать но лучше тебе отдам благодарю ты написал что у тебя ко мне есть разговор я так понимаю ты именно по поводу благодарности за спасение поговорить хотел нет зверь есть еще один разговор к тебе но сначала пообещай что не расскажешь никому о том что тебе сейчас поведаю идет ладно я никому не расскажу об этом что там у тебя мы ведь на бандитов напоролись совершенно случайно обычно они дальше перевернутого запорожца не ходят я вот к чему клоню что-то им на том месте нужно было а мы просто оказались у них на пути да и вели они себя как-то странно я видел как в бою один из них уронил старую тетрадку а потом выстрел глазах потемнело когда чухался тебя увидел дальше ведьма не взяли пленных и ушли понимаешь куда бы они ни направлялись дойти до цели им не удалось ну что ты предлагаешь можешь сходить на то место где ты нашел меня не еще раз топом обыскать может и удастся что-нибудь лицами нутром чувствую неспроста не там лазили за оплату не переживай в долгу не останусь ты же не знаешь ладно схожу посмотрю что там гляньте нам бенгальский огонь и куда ли опа опа я к тебе сидорович я к сидоровичу друзья я к сидоровичу так 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 выключи радио а ну у него в принципе ничего такого крутого нету я только наверное большую радиацию радиация есть от радиации мне пока что артов не имеется ну блин держи я мне в принципе она все равно не надо давайте возьмем это аптечек несколько ансирадов вот возьмем по максимуму для пушки для сайги патрошек для пушки можно и по максимуму и несколько бинтиков вопа он нам еще болтов дал а что у нас по заданиям чутье за хана только ну ладно давайте поспим а кстати здесь можно поломать разные ящички что-нибудь найти неплохо так будет ящики поломать друзья на ваших глазах я вырубил радио за 500 рублей глядите давайте сначала все здесь соберем и побазарим со всеми сталкерами так с тобой ничего никаких диалогов с тобой нету тоже интересно так ты такой себе с тобой тоже не побазаришь нормально с тобой о здравствуй добрый человек каким ветром занесло тебя в наши края меня тут сказочниками кличут потому как люблю я под рюмку байки или истории людям рассказывать если угостишь меня бутылочкой то есть могу тебе ничего не будет интересно рассказать ладно держи бутылку расскажи какую-то байку имеется у меня байка одна небезынтересно в загашнике начинается же она с того что сговорились два дружбана погулять в сторону радаровских лесов до поискать редких артефактов ну и заодно и зверюшек навиданных пострелять отличное начало до топали они до тех краев удачных а барана собирали прилично но жадность подтачивала идти все глубже вот и получилось что это к шаг за шагом по продвигались все дальше да и вышли к самому выжигателю можно быть уверенным что обомлели друзья самым натуральным образом потому как увидеть собственными глазами заторможенные ой тамошние антенны очень немногим доводилось охотно верю что именно так и было только вот наслаждаться моментом недолго им было дозволено накрыло обоих излучением будто бы выжигатель вдруг тоже не их увидел а пока они побли сжайшим лица ли сам шастали то и не замечал однако вышло что бронекостюм одного из них выдержал волну и уберег владельца а вот второй так сразу за доли секунды превратился в людоеда с куриными мозгами опрокинула его на землю и затрясло всегда там происходит так везучие не стушевался и давай оттаскивать товарища в сторону леса надеялся еще откачать кореша вряд ли удалось бы ему на верность дружбе похвальная но судьба еще не наигралась и дровишек в костер не набросила выскочил на шум монолитовские шизофреники монолитовские шизофреники принялись поливать бедных сталкеров повезло ничего не скажешь вот уж когда деваться вроде как и некуда было тут избушка другим боком и повернулась пока сектанты со сталкерами обменивались любезностями зомбированный успел акклиматизироваться и поднялся на ноги только вот и известный и неизвестно почему не набросился на своего напарника только плакавился смежим мясом посмотрел на него и таким печальным взглядом и развернулся лицом к монолитовцам прикрыл собой от пуль невероятно монолитовцы сами оторопели по тому как зомбированные у них главными соратниками свыше прописанное тут вдруг непорядок такой приключился действительно невероятно зомби же так и пятился потихоньку спиной пока не довел товарища до спасительных деревьев обменялись они здесь взглядами напоследок попрощались безмолвно затем сталкер метнулся в кустарник иску и скрылся добрался благополучно до барьера история умалчивает чему ему в дальнейшем выпало разве что известно что с тех самых пор он пальцем ни одного зомбирована не тронул страной их обходил но его можно понять про друга же его закадычного наоборот много чего рассказывают якобы по сей день брозит на рада в радаровских лесах и берегает незадачливых сталкеров коли повстречаешь его в дороге случайно то ходка обязательно удачной будет вот такая вот байка вроде бы не мрачно все закончилось но грустновато все равно бывай так ладно знаешь арендую кровать за 2500 капец переспать ночь 2500 доброе утро сталкеры всем огромнейший привет и сегодня мы выбираемся на задание отзохана вот вот это гляньте какой кстати туман он вроде из-за него кстати ни одного лага не произойдет тут уже 250 этих фпс вот 200 ладно все я пополз и испугался немножко но в принципе это не трудно вот так вот завалить несколько собачек одиночными патронами буду стрелять чтоб лишнее не тратить ну ладно пошли меньше одной обоим потратил на этих собачек я вроде учусь может потом нлс будем проходить не нлс точно не будем я планирую может быть потом не знаю подумаю подумаю потом что пройти вот я и тут так я санул друзья где у нас находит стоп нет это псевдо собака которую мы убили из ее брюхо нашли флешку в прошлой серии а нам надо что-то другое нам надо или тетрадь какую-то как я понимаю найти на которой будет разные записочки или вот да я я был прав друзья просто там же это в диалоге была тетрадь так ей подумал типа я правда помимо личных бесполезных заметок не знал в конце тетради написаны большими красными буквами какие-то координаты надо бы проверить а какие давайте проверим лау друзья вот здесь у нас камешки какие-то камешки это интересно вот на этот а что здесь друзья не допираю я не очень сильно понял не выкупаю я вообще может здесь что-нибудь надо найти лишь или раздвинуть камни друзья так это у нас что такое записка от некого черепа мляну в натуре сколько можно тормозить я заманился вас ждать уже да и место вы выбрали какое-то стрёмное под этим боком стал керня под вторым наемники писец ко всему этому с той стороны насыпи пальба началась короче валю я отсюда буду ждать вас старом туннеле под насыпью ночью цену не меняю считайте что я вас пожалел дождаться ночи друзья ночью мы туда сходим это что мне опять же спать такое себе такое можно кстати за ртами сбегать вот здесь у нас аномалия давайте артефакты поищем хотя бы хотя бы можно артефакты поискать для красоты вау мне такие аномалии кстати нравится а блин я как-то как не сталкер прям без этого бегаю но я типа опытный что у нас там было портал вау друзья декорте факты здесь очень даже три артефакта бинго а третий капец друзья три артефакта из одной аномалии вау гляньте у нас получается вот такие артефакты это что песчаник какой-то радиация минус 1 и огненный шар вот просто гляньте я наверное сейчас сфотка на видосик возможно они три не 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 я уже придумал короче что нам дает песчаник он термозащиту плюс 2 заживление ран и радиация минус 1 то есть давайте почитаем так термо термоизолятор способны сообщать свои свойства не при соприкасающимся предметом наблюдали случай отсутствие чем термичных ожогов после помещения кисти руки за зажатым артефактом в пламя с температурой 300 градусов по цельсию невосприимчивость к термическим повреждениям сопровождается слабым заживляющим эффектом представляет собой полу раскрытую сферу с движущейся рассыпчатой субстанцией удерживающимся от распада полем неизученного происхождения ну и пламя да и что лишь правильно мою так ну давайте сайгу будем опробовать неплохо так вот это я конкретно сейчас обосрался от этого а здесь я уже не могу так еду добывать да ну хотя реально нафиг надо сейчас сталкером такая еда кстати туман это разошелся немного можно бы было еще по аномалиям каким-нибудь походить вот у нас есть аномалия разрыв еще одна только аномалия разрыв я в нее короче иду друзья чтобы вы понимали почему меня так сильно тянет к этим всем аномалиям сталкеры мое любимое занятие это поиск артефактов но это как бы канонично что сталкеры ищут артефакты вот мне вот самого-самого детства вот когда я только в первый раз где-то может 6 лет поиграл сталкер мне еще с того времени нравится очень сильно искать артефакты я тогда помню искал их каждый раз коллекционировал их потому что мне было интересно какой артефакт дает какое свойство и вот я потом собирал в каждой части сталкера каждый артефакт сейчас конечно я не так поступаю я иногда и продаю все такое но все равно это сидрич мне что-то сказала ладно ну короче друзья что мне очень нравится с того момента искать артефакты в сталкере с самого детства так но это круто искать артефакты все такое это сталкерское занятие очень крутое ищешь артефакты так себе зарабатываешь на жизнь опа медузка все влезаем 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 две прям медузы у нас радиации минус 2 будет то есть мы можем сейчас вот так вот сделать и в принципе радио про радиацию можно даже не думать а это огненный шар это не пламя про радиацию короче даже не думайте что нам вообще надо принести инструменты для грубой работы давайте короче я буду здесь все искать до самой ночи так друзья мне просто интересно там что-то дает нам выйти они не не там эти вояки просто прорисовка такая что их не было видно ладно все валю короче друзья что я вам скажу я нашел несколько артефактов я думаю на один этот артефакт я смогу переждать переждать ночь в укрытие ну типа я возьму это я возьму продам ртефакт сидоровичу а потом уже заплачу за то чтобы переждать ночь ну типа арендую эту кровать фух держи короче сидорович вот это 3000 отлично у меня даже останется 500 рублей с этого артефакта потому что чтобы поспать нам надо заплатить две с половиной так я ж музыку вырубил ладно так друзья пока что когда я говорю не так уж и слышно у нас оказывается она еще арендованной считается все можно до до часу ночи поспим все давайте ой моё ладно ладно спасибо все потом арендую чувак мне сейчас надо только покушать даже еще раз покушать ладно короче сейчас ночь темно ночь доброй ночи хотя наоборот всем привет потому что мы этой ночью выходим ровно прям в огромную вылазку нам надо вот этого вот здесь такой туннельчик ну вы знаете кто играл в тачи кто его проходил этот туннельчик хорошо я думаю запомнился да друзья вы же видите в сбоку снизу в экране на экране этого как его там называют такого авокадо да вот друзья это поставьте лайк чтобы это авокадо не расстроилась а точнее даже подпишитесь потому что эта авокадо будет рады если вы лайк поставите а если вы подпишитесь тогда это авокадо никогда даже не будет грустить в жизни так что давайте поставьте лайк, подпишитесь. А я сейчас, наверное, умру, да? Аккуратно. Здесь собаки. Я просто помню, мы так в прошлый раз по записке перешли, так нас чуть не убили. Так, это вниз. Фух. Там это, был фантом. Это я не знаю кто. Тут кто-то один находится. Сталкеры? Череп, стой на месте! Ствол на землю! Вы че, это ж... Ненавижу этот туннель. Это задумано? Пипец вы! Вы мне, надеюсь, сюжет не сломали, я ж не буду переигрывать. Я надеюсь, что это не сломался сюжет, что сейчас все будет нормально. Тут вроде ножи немало так стоят. А, пистолет, кстати, можно продать, будет Сидоровичу. И заработать немало. Этот я уже не смогу. Все, давайте, короче, идем к Зохану. Фух, друзья, в этой серии у нас еще будет, наконец-то драка с этими чувачками, которые нас только мучают после того, как я у них украл кое-что. Конечно, я понимаю, что я не прав, и то все, но они меня мочат. Прием! Там есть кто живой? Отвечайте! Упс. А может быть, не надо было? Так они для меня это врагами стали. Че мне, обосраться? Ну, не пускай. Если на меня сейчас нападет вся деревня, конечно, отгружусь, но я думаю, что такого не произойдет. Ну да, на меня деревня вся не нападет, просто какого-то уже доверия, я думаю, не будет, да? Ну, а что мне с этого доверия-то? Ну, пускай мне доверяют, пускай мне не доверяют. Мне плевать. Ну, надеюсь, вы, друзья, мне доверяете. Это ж в игре, мне плевать. Привет, дружище, с чем пор... Так все же он не должен был умереть, наверное. Это где я сохранялся? Блин. Друзья, мне придется это все переигрывать. Друзья, мне лень переигрывать, а что если я скажу? У меня сейчас есть дела поважнее. А, ну ладно. Так, друзья, я тут прохожу, и вот, что я заметила. Это что такое? А? У меня вопрос. Это можно как-то сбить? кто меня видит-то? Собаки? Откуда вы? Я ж вас только что убивал. Вы что, скриптовые здесь? Все время будете появляться? Вы меня уже бесите. Ну, сто процентов они по скриптам работают. Блин, задолбали. Ну да, они по скриптам работают, а что из коробки выпало? Ничего? Ничего. Короче, сейчас я так вот буду где-то ждать ночи. Мне сказали наемник, держись подальше, это территория сталкеров. Ладно. Я не хочу, чтобы меня убили. Друзья, так как мне было нечего делать час сталкерского времени, я отсюда прыгнул сюда, а отсюда прыгаю сюда. Как-то никогда в этом месте не находился. Здесь, кстати, барьер. Все, пройти уже дальше нельзя. Только сюда прыгнуть. Ну, что я вам скажу, друзья, здесь пусто. Как мне теперь выбраться? Вот сюда вот. Ну и буду теперь ждать ночи. Фух, друзья, я дождался. Теперь идем, короче, вон туда. Я не знаю, что здесь будет. А, ну я знаю, что здесь будет. Я как бы знаю, я боюсь, что сталкеры придут, я сейчас сохранюсь, если что, я уже заранее этих сталкеров отсюда как-нибудь завалю. Стой на месте, ствол на землю, руки за голову! Спокойно, я от Бородковской ПП нашел твою записку возле перевернутого вагона. Бабки принес? Напомни-ка сколько? Не понял, ты что, меня кинуть решил? Давай, гони 25 штук, иначе пристрелю! У меня нет нужной суммы. Ой, ненавижу этот туннель. ой, 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 он мне прям в бошку попал. Чувак, ну это ненормально. Вернуться к Зохану? Вот, пожалуйста, сейчас, я же даже с ним поговорил, друзья. Я, короче, наверное, сломал игру, но я не знаю. Хотя, это у меня игра, значит, сломанная, скачана. Ой, я, короче, не знаю, друзья. Если сейчас опять не получится никак отдать Зохану этот кейс, тогда все, хана, друзья. Я не виноват. Но придет этому прохождению конец. Все, давайте думать только о хорошем. Так, опять сталкеры, это очень опасно. Вот так вот, сразу с прыжки. Блин. Я даже никого так не убил, но я напугать. Ой, Зохан, здорово. Ты где? Здорово, Зохан. Ой, наконец-то ты можешь со мной побазарить. Здравствуй, зверь, тебе удалось разыскать эту тетрадь? Да, я нашел тетрадь, в ней были координаты некой встречи. Там, где должна была состояться встреча, я нашел записку, которая привела меня в старый туннель. Важной деталью было дождаться ночи, и именно в это время в туннеле должна была произойти встреча. Там я встретил бандита, он потребовал заплатить ему 25 тысяч, пришлось его прихлопнуть. Не может этого быть. Там же рядом лагерь сталкеров. Братки из КПП хорошо знали то место. Походу, у них бы ума не хватило, если не соваться, туда не соваться. Это кто-то не из местных, точно тебе говорю. А за что он хотел деньги? Скорее всего, эта сумма должна была стать платой за кейс, что он приволок с собой. Этот кейс при тебе, нужно побыстрее присмотреть, посмотреть, что в нем. Кейс у меня, но замок никак не поддается. Мне его не открыть, да и легкий он какой-то, как будто пустой. Вряд ли, что там что-то ценное. Это все действительно странно, нужно скорее присмотреть, посмотреть содержимое кейса. Там может быть очень ценная информация. Ладно, я займусь кейсом, только учти, что бы там ни было, бесплатно, я тебе это не отдам. Вскрыть кейс. Нужно найти человека, который мог бы открыть этот чертов кейс. Давайте походим здесь, на базе. Чувака выключил этот. Тебе никак не скажешь. Давайте, короче, сейчас поищем вот здесь вот человека, у которого можно взять задание. Ну, не задание. Вот, мне кажется, ты откроешь. Слушай, фургон, вот просто, глядите, прикол. Я думаю, вот, что... Я однажды проходил там мод, надо было мне кейс открыть, и я к кардану зашел. Слушай, это техник такой же. Ну, вот я и подумал. Слушай, фургон, тут кейс надо один вскрыть, можешь же, да глянешь? Что там у тебя показывает? довольно-таки мощная защита. Кто-то явно не хотел, чтобы, что внутри него попало не в те руки. Значит, так, ничего обещать не могу, но постараюсь тебе помочь. Оставляй кейс у меня, как все будет готово, я с тобой свяжусь. Благодарю, держи кейс. Как я уже сказал ранее, обещать не могу, но мне удастся открыть такой замок. Что мне удастся? Так, давай-ка ты мне сейчас починишь это, починишь. Все, короче, мне чини, чувак. Ну, а теперь на этом мы закончим, друзья, эту серию. Да, потому что эта серия получилась очень даже интересной, насыщенной. Ну, сейчас, что остается мне, это только ждать и ждать. Короче, у нас есть выводы, что кто-то не местный, наверное, купил какие-то документы, хотел купить какие-то документы у бандитов. Ну, даже как-то непонятно, друзья. Короче, узнаем все, что произойдет дальше в следующей серии. А пока что, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую серию и поставьте лайк, гостик на это видео, чтобы быстрее меня замотивировать выпустить видосик. А если ты не смотрел прошлое видео и самое новое, если это уже не самое новое на моем канале, ну, ты понимаешь, о чем я, тогда можешь посмотреть по вот этим вот всплывающим окнам. И подписаться ты можешь тоже по им. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok